Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Бери ношу по себе, груз из Коломны оказался частью наркотрафика. Перешли на удаленку. В Рязани и области школы переводят на дистанционный формат обучения. Взрыв Дегелева, итоги заседания правительства и бытовые проблемы. Подводим итоги недели. В Рязанской области школы стали переходить на дистанционное обучение. Об этом пишет сайт ИД Пресса. В пятницу 9 декабря на удаленку перевели первые классы Ермешинской школы. Ее директор Игорь Карпухин рассказал, что мониторинг посещаемости проводят ежедневно. В первых классах заболело больше 30% учеников. Дистанционный формат пока продлен до 15 декабря. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что школьников переведут на дистанционку при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа. Напомним, в Рязанской области наблюдается превышение эпидпорога по острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости по области превышает эпидпорог на 84%, в Рязани на 91%. В новогоднюю ночь Рязань окажется во власти сильного мороза. Такой прогноз дает сервис Гизметео. По нему 31 декабря дневная температура составит минус 29 градусов, в ночь на 1 января до минус 32. В первый день года может быть еще холоднее до минус 35. Морозы, согласно данным сервисам, начнут слабеть после Нового года и уйдут к Рождеству. Долгосрочные прогнозы отличаются меньшей точностью, чем краткосрочные, так что не исключено, что морозы все же не будут такими сильными. Есть устойчивое выражение «не приезжай в Тулу со своим самоваром и не бери в Рязань свои грибы». Однако коломенские наркозбытчицы решили иначе и пошли на нарушение этого негласного правила, за что и поплатились. Это в классической сказке «Три девицы пряли под окном». В современной интерпретации занимаются они совсем другими делами. Да и делают это в разгар дня. Коломенские полицейские при проверке документов у автоледи заметили, как та сильно нервничает. Автомобиль она арендовала в каршеринге, да и ехала не одна, а с двумя пассажирками. Но подозрительное поведение всех трех показалось полицейским странным. Тогда они приняли решение провести досмотр. В результате в салоне транспортного средства и у одной из пассажиров сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили 213 свертков с различными неизвестными веществами. На место происшествия была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа. Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического центра, содержимое девяти свертков является наркотическим средством метадоном, а в четырех свертках находится героин. Содержимое остальных свертков экспертам еще предстоит выяснить. Подозреваемые же в незаконном обороте наркотиков, три уроженки ближнего зарубежья в возрасте от 23 до 35 лет задержаны. Полицейским девушке рассказали, что свертки эти планировали перевезти в Рязань для дальнейшего сбыта через тайники закладки. Коломенским городским судом, фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», совершенное группой лиц. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. К итогам недели. Взрывы в Венгельсе и Дягилево не были случайными. Это атака украинских беспилотников. Четкая формулировка Минобороны сомнений не оставляет. Террористический удар был преднамеренным. Киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Ангельс-Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Спустя сутки после террористической атаки враждебный ресурс Максар выложил спутниковые снимки, предположительно с места удара, на аэродроме Дягилева. Отчетливо видно, что взрыв пришелся на хвостовую часть самолета. Возможно, в тот самый момент, когда его заправлял топливозаправщик. Губернатор Рязанской области Павел Малков сегодня на правительстве прокомментировал произошедшее. Произошло ЧП на военном аэродроме. Минобороны и соответствующие структуры сейчас ведут всю необходимую работу. Гражданские объекты, гражданское население не пострадали. Если потребуется какая-то помощь, мы все должны ее оказать. Прошу отнестись внимательно. Серью атак украинского режима сегодня продолжили две попытки подрыва в Курске и Севастополе. И если на крымский аэродром Бельбек атака захлебнулась, дрон был сбит еще на подлете, то в Курской области БПЛА врезался в нефтехранилище. Кадры с пожаром уже есть в сети. Комментарий Павла Малкова по взрыву в Дягилево предварял основную повестку заседания правительства. И вот на нем позитивных новостей было намного больше. Речь идет о дополнительных деньгах для региона. Подробности далее. Рязанская область получит средства на закупку 10 новых троллейбусов. С этой приятной новости Павел Малков начал основную повестку заседания правительства. Распоряжение о дополнительном транше уже подписано премьером Михаилом Мишустиным. Министерство транспорта области, администрацию города. Я прошу организовать оперативную закупку и оформление техники. Мы должны получить троллейбусы до конца года. Это обязательно. У нас и в целом парк машин продолжит обновляться. Вот на прошлой неделе мы передали 15 машин скорой медицинской помощи для районных больниц. До конца года получим еще несколько партий разных машин. Школьные автобусы, скорая коммунальная техника. Арсен Анатольевич, вас прошу продолжить курировать эту работу. Еще одни федеральные деньги получит региональный Минкульт. Изначально их рассчитывали потратить только на капремонт Скопинского краеведческого музея. Но в Москве поддержали финансово и расширенную заявку. Заявка региона на капитальный ремонт четырех муниципальных музеев в Скопине, Михаиловском, Ряжском и Сасовском районах. Минкультура России поддержана в полном объеме. И на этой цели предусмотрено 109,8 миллионов рублей с федерального бюджета. В том числе на капремонт Скопинского краеведческого музея 13,9 миллионов рублей. Общий объем финансирования с учетом областного местного составляет 15,9 миллионов рублей. Изменения у себя в городе хотят видеть и рязанцы. Вопрос с расширением проезжей части на улице Зубковой у Ледового дворца отложен на следующий год, хотя губернатор назвал этот вопрос приоритетным. А вот с непонятно откуда взявшимся слухом о закрытии автобусного маршрута номер 33 разобрались на месте. Планов по закрытию 33 маршрута нет. Вместе с тем в ближайшее время начнется обсуждение. Транспортные модели, соответствующие поручения выдавали. И в деталях расскажем и покажем жителям, как будет организовано транспортное сообщение в этом районе. Павел Малков анонсировал новые подходы к оценке работы управляющих компаний. И заранее предупредил, кто будет игнорировать интересы жителей с рынка, уйдет. Тем временем настоящий скандал произошел не с недостроем, а как раз со стройкой на улице Новаторов. Жильцы близлежащих домов выступают категорически против возведения новых многоэтажек. Местечковый комсомольский парк пытались застроить еще в далеком 2012 году. Тогда зеленую зону удалось отстоять. Сейчас, спустя 10 лет, глаз на землю положил новый застройщик. Вот у них план застройки. Это идет их граница. Вот то, что черными пунктирами, это их территория. Вот. Это дома будут стоять прямо на границе к парку. А вот эта страна, где, касаясь сейчас, мы стоим, дорожка. Но они почему-то же, видите, красные, взошли на территорию парка. Вот здесь муниципальная земля. Они перешли границы красных линий. На самом деле, те самые красные линии застройщик уже переходил 10 лет назад. Но тогда народного гнева ему удалось избежать. В этот раз с категоричным «нет» согласны практически все жильцы округи. Вот на этом небольшом пятачке, всего 45,5 соток, как рассчитывают строители, разместятся два жилых дома. Местные уже успели обозвать их небоскребами. Каждым больше 20 этажей. И эти две многоэтажки – и теннисные корты, и спортплощадку, и детскую площадку – «Северная компания» намерена разместить на 45 сотках земли. Причем безапелляционно. Как можно устроить, благоустроить придомовую территорию и поставить два дома на такой маленькой площадке? И теперь под видом благоустройства парка, как бы он обещал властям нашим, он будет благоустроить нам парк. Под этим предлогом он расширяет свою придомовую территорию. Теннисный корт там и все поставить. Нам этого не надо. Вы как, согласны? Нужна нам его помощь? Нет. Строительство уже началось с нарушений, говорят жители. То на забор не установят козырек, то застройщик опиливает деревья на муниципальной зоне. И это только часть местечковых претензий. В документации указано участок 45 соток. При данном строительстве, это 442 квартиры, они во много раз превышают такой параметр, как плотность застройки. Местные жители предполагают, что спортплощадки на придомовой территории попросту не поместятся, а значит, их, похоже, построят прямо в Комсомольском парке. На зеленой зоне, которую жители отстаивали уже не раз. Да и плюс ко всему новый жилой комплекс Тринити, так застройщик назвал два дома и территорию вокруг, строит на месте бывшей крупной парковки. Пока была стоянка, у нас дворы достаточно были свободны. Буквально у стоянки не стало. Уже вот сейчас рабочее время, вечером, вот эта вся новая дорога заставлена в два ряда. Заставлены все дворы. Сейчас жители буквально дерутся за парковочные места. Особо наглые оставляют записки под дворниками соседей. Даже шины пару раз прокалывали. А когда два новых дома построят, мол, парковочные войны только усилятся. Ведь это прибавит как минимум 300 новых автомобилей, которые ставить точно некуда. Мы вот когда просчитали, что будет 442 квартиры, а перемножьте это на детей, и что у нас получается? Картина неприглядная. Детский сад им надо отдельно строить. Причем на 11 групп, в группе по 30 человек. И они еще не все уместятся. А теперь им столько же надо будет 11 классов, по 30 человек разместить в наши школы. А у нас нет такой возможности. Местные жители стараются отстоять зеленую зону. Уже собрали больше 800 подписей. Записались на прием к губернатору и к мэру. Проблема только в том, что график у чиновников расписан чуть ли не на весь год. Поэтому ответ «Ждите» активистов не устраивает. Они уже отправили запрос в прокуратуру. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. К другим же личным проблемам. В этот раз прорвало канализацию в жилом доме. Подвал затоплен, жильцы вынуждены дышать образовавшимся смрадом. Ситуацию попыталась разобраться и наша съемочная группа. Вот я смотрю, что у вас. Я считаю, что у нас получилось. Как раз вы видите. Такое вот водоотведение у дома номер 7 по улице Юбилейная. Что в поселке Дядьково. Два месяца назад в этом доме засорилась канализация. И весь скопившийся ком нечистот направился обратно в квартиры. Посовещавшись, жители дома решили, что лучше открыть ревизию. Специальную заслонку. Пусть, мол, лучше в подвал течет, чем из унитазов на первом этаже. Аварийки вызываем, приедут, тросиком что-то сделают, уезжают. Перекладывается все так же на водоканал. Водоканал раза два привозили машину они нам. Хотя там о я отписках делал, что они каждый день что-то проверяют. Ничего не проверяется, как вы видите. То есть никаких вообще телодвижений с их стороны нет. Решать проблему никто не торопится, говорят жители. Звонят в управляющую компанию. Там перекладывают на ЖКХ Рязанский водоканал. В общем, настоящий пинг-понг. Правда, в этом матче проигрывают только жители дома. И спасаются своими силами. Вот у нас есть дырка. Чего вода уходила? Мы это сами жильцы пробили. Потому что тут стояла вот до сих вода. Вот видите, все корки, все это самое. Чтоб туда уходила вода, которая канализация. Извините меня. А вся вода откуда уходит? Под дом. Соответственно, все года вот туда уходят. Чего будет, дом сложится, упадет. Капитальный ремонт в этом доме уже был. Отремонтировали текущую крышу, обновили фасад. Единственное, про что забыли, канализация, говорят жители. Дело в том, что ремонт ее запланирован на 2029-2031 года. Более точных сроков нет. А причина постоянных засоров всем известна. И оказалось, что в этом колодце, то есть они каждый один выше, другой ниже. Это должен еще труба ниже быть, чтобы уходила. Здесь установили неправильно трубу. То есть труба выше. И он когда наливается, и обратно идет все туда. Жители дома обивали пороги всех инстанций. От кого-то приходят отписки, от кого-то обещания. Так это назвали жители. Вот ответ госжилинспекции. Работы по прочистке канализационного коллектора спланированы. Ответ пришел 2 ноября. Но никакой чистки жители дома не наблюдали. Управляющая компания тоже якобы принимает меры. Пишет обращение вместе с жителями. Потому что канализация, говорят там, в рабочем состоянии. Канализация уличная засорена. Причем засорена так, что ее Рязанский водоканал, который обслуживает сети, даже прочистить не может. И мы писали и на Жуневу, и на Рязанский водоканал. У нас есть, наверное, 16 или 17 актов, которые мы составили с жителями, что засорена дорожная канализация. Но никто вообще не шевелится. Я не знаю, что делать, честно вам говорю. Жильцы рассказывают, что видят обычно, как уезжает спецтехника, причем не выполнив никаких работ. Такую картину заметила и наша съемочная группа. Осталось теперь понять, говорят жильцы, когда уберут засор. Пока ответа нет. Единственное, что могу пояснить, что население к нам уже обращалось в письменной форме. И в письменной форме им был предоставлен ответ на их обращение. А вот и копия этого ответа от ЖКХ Рязанский водоканал. Засоры не обнаружены. И круг снова замкнулся на жителях дома. Которые вынуждены терпеть стоки от засоренной канализации 24 на 7. В Рязани наградили активистов и волонтеров некоммерческих организаций. Торжественная церемония награждения активистов и волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций Рязани прошла в администрации города. Некоммерческие организации Рязани социально ориентированные. Они помогают многодетным семьям, оказывают услуги на дому нуждающимся пенсионерам, зорко следят за нарушениями в сфере ЖКХ. Ну и, конечно, собирают гуманитарную помощь для беженцев с территорий военного конфликта и направляют необходимые вещи в зону СВО. Лучших из них чествовали в городской администрации. Мы искренне благодарны каждому активисту. Мы глубоко уважаем труд руководителей некоммерческих организаций. Мы благодарим вас за взаимопомощь, поддержку и нашу с вами многолетнюю дружбу. Год назад Елена Сорокина обещала ответную благодарность властей для НКО выразить через госфинансирование и слово свое сдержала. По крайней мере, первые шаги в этом направлении муниципальными властями уже сделаны. В 2023 году в городской программе по развитию территориального общественного самоуправления и поддержке гражданского общества в Рязани будет предусмотрено мероприятие, включающее, пусть небольшое, но системное бюджетное финансирование некоммерческих организаций города Рязани. Никакая премия не измерит ваш труд и нашу признательность вам за все, что вы делаете. Благодарственные письма от главы администрации получили представители 20 некоммерческих организаций. В ответном слове тоже звучали слова благодарности. Мы вместе говорили награжденные. Очень важно, что мы работаем в связке с губернатором и правительством и вместе с городской администрацией. Инициатив много. И с этими инициативами есть куда прийти, что они будут услышаны, что они будут правильно поняты и главное, что они будут реализованы. Я желаю вам всем в новом году успехов, дальнейших инициатив, энергии и здоровья для их реализации, нашей совместной, продуктивной и очень нужной работы. А напоследок Ирина Сорокина вручила личные книжки волонтеров активистам Рязанского городского волонтерского центра. Эти ребята сегодня просто незаменимы. Диспансерные субботы – наш новый проект, который уже получил отклик у жителей Рязани. И мы его будем только развивать. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил заместитель главврача ОКБ Сергей Черков. В Рязани продолжается ежегодная диспансеризация населения. На этот раз людей стало больше. Тем более, что в Центре здоровья при поликлинике ОКБ проводят еще и углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом. А 17 декабря здесь готовят сюрприз только для женщин. Готовы? Делаем максимально глубокий вдох в себя. Трубочку в рот. Водыхаем. Для Ирины эта диспансеризация первая в жизни. Говорит, исследование проходит для себя, чтобы точно знать о состоянии своего здоровья. Я давно не была, не посещала больницу. Просто было интересно узнать, какие у меня анализы. Холестерин, глюкоза. Вот, узнать о рисках имеющихся. Вот, в плане развития каких-то хронических заболеваний. Тех, кто осознанно проверяет свой организм ежегодно, в поликлинике областной клинической больницы больше половины. Самая активная возрастная группа 65+. Говорят врачи, но с остальными категориями здесь тоже работают плотно. А часто, даже персонально. Обзванивают через голосовые помощники, посылают СМС-уведомления. Наверное, поэтому количество обратившихся растет ежемесячно. А ведь диспансеризация – услуга бесплатная. Вот только мало кто точно знает, что означает этот термин. Диспансеризация – это такой перечень анализов, инструментальных исследований, которые позволяют выявить фактор риска, выявить впервые заболевания у пациентов. Существует диспансеризация обычная, профилактический медосмотр и углубленная диспансеризация. Для всех трех видов у них разные анализы. Диспансеризация проводится один раз в три года до сорока лет. От сорока лет каждый год. Для повышения самосознания рязанцев в Центре здоровья при ОКБ открыли новую услугу – так называемые диспансерные субботы. И сделали их, можно сказать, тематическими. Чтобы жители приходили на обследование осознанно. В прошлую субботу исследовали систему кровообращения. Следующая будет только для женщин. Диспансерные субботы на данный момент мы ввели такое понятие по блокам, по скринингам. Основной посыл – это в первую очередь удобство прохождения диспансеризации. Именно в субботний день, когда в поликлинике наиболее низкое количество посещений. И здесь в системе зеленого коридора возможно пройти диспансеризацию. Кроме этого, для привлечения дополнительно населения к этим вопросам, мы выводим также узких специалистов. Поэтому ждем всех в субботу, в ближайшие субботы, которая будет диспансерной. Это 17 декабря. Мы будем проводить скрининг по явлению рака молочной железы. Будет проводиться маммографическое обследование для женщин. Поэтому всех ждем. К кардиологу и на УЗИ сердца в прошлую субботу пришли 75 человек. К маммологу, очевидно, очередь будет больше. Но в центре здоровья этого ждут. И обещают принять абсолютно всех. 7 декабря – день почитания церковью святой великомученицы Екатерины. Ее иначе называют невестой Христовой. Святая помогает обрести семейное счастье. Историю ее жизни в нашем следующем материале. Екатерина родилась в 287 году в семье правителя египетского города Александрии. Девушка отличалась необыкновенной красотой и светлым умом. Встреча с женихами предпочитала беседу с учеными и философами. Тогда-то мать Екатерины и познакомила дочь со своим духовным отцом. После беседы старец подарил девушке икону Божьей Матери, сказав, что она-то и поможет увидеть ей необыкновенного жениха. В ту же ночь девушке приснился Христос, который надел ей на палец перстень, сказав, что избирает ее своей невестой, нетленную и вечную. Великомученица Екатерина была действительно увлечена образом Христа. Она полюбила его всем сердцем, и потому она оставила все земное. Все земные радости и прелести жизни показались ей пустыми и никчемными. И один лишь Христос привлекал ее сердце. Однажды в Александрию прибыл соправитель императора, который созвал народ на празднование в честь языческих богов. Екатерина стала спорить с ним, не стыдно ли молиться идолам. Спор продлился несколько дней, и в конце концов язычники признали свое поражение. Тогда они бросили Екатерину в темницу, где подвергали ее разного рода пыткам. Часть икон со святой великомученицей изображают ее рядом с колесом с острыми зубами. Великомученица Екатерина – это молодая девушка, которая прожила совсем мало лет. Но она настолько возлюбила Христа, что Господь прославил ее в веках и, конечно, в Своем Небесном Царстве. Дай Бог всем нам, дорогие братья и сестры, взирать на ее светлый образ, вдохновляться ее любовью к Спасителю и следовать за Христом. Святой Екатерине молятся об укреплении веры, о помощи в учении и прибавлении ума, и, главное, создании крепкой дружной семьи. Ведь, как говорят священнослужители, искренние молитвы к святой великомученице Екатерине помогут найти человека, который подходит не только по физическим и умственным параметрам, но и по душевным качествам. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин